Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию связать нимфу на каждый день. Это стандартная нимфа, так как вы просили. Вариант чешской нимфы. Но мы, как всегда, будем изготавливать немножко со своими дополнениями. Как вы видите, я взял крючок граб-шримп. Я взял номер 12 для лучшей вас детализации. Вообще, желательно использовать 14-16 номер. Учитывая, что зимой прозрачность воды значительно выше, и рыба более осторожная и меньше питается, поэтому мы сейчас изготовим для конкретной определенной рыбалки нимфу. Нам понадобится обыкновенная нить, желательно, чтобы она была светлого цвета, серая или белая. Я не подравниваю свинец, закрепил нить, промазал свинец немножко клеем, и нить увожу за загиб. Буквально до середины загиба. Здесь мы с вами закрепим ряд материалов, из которых будем изготавливать наше тело. Для сегментирования нашего тела и для его спинки я подготовил, вот у меня остался вот такой кусочек пленочки полиэтиленовой. я сделал небольшой вырез, и за край его закрепим здесь. Следите за тем, чтобы он ровненько у нас сложился на крючке. Значит, учитывая то, что существует всевозможное количество материалов, можно, допустим, вот такие резинки с перчаток, или же, допустим, можно использовать, если у вас нет, изделие номер два. Но, учитывая то, что продаются вот такие, как я показываю уже, третий вариант пленок для изготовления тела, это специальность набора чешских, хендесовских наборов. Но мы будем изготавливать ее в таком варианте, потому что полиэтилен более долговечен по сравнению с другими материалами. Теперь нам необходимо с вами закрепить кусочек люрекса, для того, чтобы любой, какой вы подберете, зеленый, или же, допустим, золотистый, серебристый, как вам будет нравиться, подхватили его. Для продавливания тела я беру леску до 0,1, или 0,0, там она получается 7, или 0,08, какая выйдет. Подберете леску, желательно подбирать так, чтобы она подходила вам, была соизмерима с нашим диаметром тела, чтобы не сильно выделялась на теле при продавливании. И теперь немножечко, вот мы закрепили все материалы, и немножко промотаем теперь, не подравнивая, нам практически не нужно, так как свинец мы прокатали, и нашим свинцом уже у нас изготовлено тело. Перепадов у нас нет, и все у нас симпатично. Оставляем нить, ставим крючок в удобное для нас положение, зафиксируем в таком положении. И теперь нам понадобится несколько цветов даббина. Первый, это вот такой я беру, ядовитый фосфорного цвета, чтобы в конце, там где находится задняя часть, это или бокоплав, или это нимфа, то есть там где начинаются хвостовые придатки, и обозначим то, что это самочка. Учитывая то, что рыба четко знает, какую личиночку она выбирает, поэтому мы изготовим близкую к той, которая обитает в нашей среде. Промажем немножко клеем, ваксой, все, что у нас будет под руками, и буквально капельку добавляем нашего даббинга. Не стремимся к тому, чтобы за один раз очень много уложить материалов. Нимфа должна быть достаточно плотной, не рыхлой, учитывая то, что мы уже с вами форму ей придали. Совсем-совсем немножко, для того, чтобы изготовить такой небольшой импровизированный шарик. И дальше, тело я буду изготавливать из даббинга серого цвета, но я добавил в него вот такие блестки, которые продаются в даббинговых наборах, для того, чтобы придать привлекательность моей нимфе. Добавили немножко. Нимфу мы будем изготавливать четырех цветов, учитывая то, что традиционно, обязательно у чешской нимфы обозначена точка прицеливания или красным, или оранжевым цветом. Не стремитесь сразу добавить необходимое количество, это не нужно. Вот так мы нанесли немножко даббинг. В процессе мы его еще немного с вами подкрутим. И буквально вот задняя часть начинаем формировать наш шарик. совсем-совсем вот так немножко промотали пару-тройку оборотов и начинаем двигаться теперь, формируя наше серое тело. Рассчитывать мы можем только лишь на хорошую поклевку тогда, когда подберем цветовую гамму. Учитывая то, что она у нас будет серая, больше нейтральная, я думаю, при очень хорошей освещенности наша мушка будет выглядеть и контрастно, но и в то же время сильно не дразнить нашу рыбу. Добавляем еще необходимое количество и буквально считайте половину тела мы должны с вами вот так изготовить. доходим приблизительно до середины нашей грудки и здесь нам нужно добавить немножко красного меха. Я нашел вот немножко у меня имеется вот такой крашеный кролик совсем-совсем немножко парочку вот таких вот щепоточек возьмем меха и нанесем создадим точку атаки добавим еще буквально пару миллиметров больше не усердствуем вот столько нам будет с вами достаточно. Теперь нам необходимо просегментировать тело нашим люрексом и приступить к изготовлению нашей грудки. мы с вами закрепили просегментировали вот так тело люрексом я поменял нить и теперь нам необходимо с вами изготовить грудку как бы небольшие зачатки этих задатки лапок наших. Для грудки я буду использовать вот такой даббинг черного цвета у которого хорошие остевые волоски. Можно использовать коричневый ну посмотрите допустим сами по своим вариантам так чтобы наша мушка была ближе к серым цветам поэтому я использую вот такой будем говорить оттенок и начинаем формировать вот так грудку наша грудка должна быть по диаметру почти такая же но следим за тем чтобы у колечка у нас оставалось вот так вот место для крепления всех материалов как вы видите вот так нам уже будет достаточно берем теперь нашу пленочку и аккуратно следим за тем чтобы она никуда у нас не уехала начинаем натяжечку закрепить закрепим ее вот так сверху и как обычно я уже неоднократно вам говорил пару раз промотали промазали клеем переломили и отрезали и выполним сегментацию нашей леской вот друзья мои мы сделали завершающий узел я слегка подкрасил коричневым фломастером спинку и буквально капельку капнул лака на головку вот и все как вы видите можно еще подчесать немножко лапки подкрасить можно в другой цвет какой вы захотите но в таком варианте она работает очень хорошо зимой ну практически и в начале лета тоже благодарю вас за внимание до скорых встреч